СТОЛИЦЕЙ, 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 МОСКВЫ, РОССИИ и так далее, кто меня смотрит, всем привет. Пидор ответ. Ладно, ладно, я просто во время монтажа этого ролика понял то, что и мне пришли результаты по информатике и мне одного балла не хватило. СУКА! Ну, продолжайте смотреть ролик. Приятного просмотра. Сегодня я расскажу вам, как я писал 4 своих экзамена ОГЭ, математики, русские, общество знания, информатики в 2019 году. Сразу говорю, эти ролики я поделю на две части, даже могу на три. В первой части я сейчас буду рассказывать, как я писал. Во второй части я буду показывать свой аттестат, свои оценки, если я, конечно же, его получу. И в третьей части я буду рассказывать вам про последний звонок. Где я отмечал, где я буду праздновать и вообще, что меня ждет на это лето. Какие-то планы, куда-то я буду поступать или сразу же идти нахер работать или останусь на ютубе. Сразу говорю, этот ролик сделан при компании, хорошей компании МТБ, где они разыгрывают в своем телеграм-канале 50 мест, вип-мест, где вы можете поставить ставку. И даже если она у вас не зайдет, вы получите обратно свой кэш, за что вы поставили. То есть вам призовые ставочки. Сразу говорю, я являюсь доносчиком этих ставок, но ставки не могут быть на 100% правильными. То есть какой-то процент будет неправильный. Сразу говорю, я буду давать вам прогнозы, а вы должны по ним ставить, чтобы выигрывать кэш. В общем, первые 4 экзамена были поделены вот так вот. То есть 28-го я писал, должен писать русский, 30-го я должен писать общагу. Потом у меня какой-то перерыв идет, я отдыхаю. Потом 6-го я пишу математику. И 11-го я пишу информатику. Это лично было у меня, я рассказываю, как было у меня. Как у кого-то там было, мне так поебать, если честно. Потому что кто-то писал 4-го, кто-то писал 3-го, 2-го июня. Мне не важно. Мне важно именно, что со мной произошло, если вам интересно, что как раз со мной происходило. Почему я, кстати, сейчас так вырядилась? Потому что я считаюсь выпускником и буквально через... Я, кстати, у себя в Инстаграме... Подписывайтесь на мой Инстаграм. Я сказал то, что если я сдам все экзамены, я получу этот ебучий ассистат. 9 лет жизни, который я потратил. Я сделаю фотку в Инстаграме, я нахер вот это все сбрею на лысо и буду, как в том году Денис Грушаков. Ну и так и сделалось. Мне осталось сдать последний экзамен и пиздец мои волоса. И именно я сказала, что с первой попытки, если я не сдам с первой попытки, а сдам со второй попытки, то я уже не стригуюсь на лысо, потому что я тупую и вы поняли. В общем, ролик будет длинный, присаживайтесь поудобнее, приятного просмотра. Приготовьте чай, торт, ну вы сами все там знаете, что нужно готовить. Одеяло, вот возьмите, вот у меня мягкое одеяло, чуваки. Да, кстати, не обращайте внимания, я просто совсем недавно проснулся. Ну, лето, чего можно себе позволить. Ну, в общем, погнали. Первый экзамен я писал русский язык 28 мая. Сразу рассказываю, как было. Было так, то есть мы... По сути, у нас экзамены все начинались в одно и то же время, в 10 утра. Но мы писали в другой школе, и до нее ебашить нужно было минут 20-30. Ну, то есть, нежели там сесть на автобус и доехать за 10 минут. Нет, нужно было пешком именно идти до этой школы. Я писала в другой школе, но я не буду говорить, какой я писал, чтобы вы не подпалили адрес моего дома, грубо говоря. Где именно проходили сами экзамены? Проходили экзамены практически все в одной и той же школе, куда мы ебашили 30 минут. Я последний экзамен по информатике писал в совсем другой школе, которая в два раза дальше. И там, когда я обратно уже... Я же, когда писала экзамены, я обратно пешком ходила, а вот именно последний экзамен я просто не выдержала, у меня ноги жестко болели. У меня... Я просто приходила домой, у меня вот такие вот ноги набухшие просто от... Ну, типа, тяжело ходить, знаете, там еще такая жара, а вы вот такой вот рубашке идете. Ясен пень у вас все запотеет. Ну, в общем, русский первый экзамен. Мы договорились встретиться с ребятами в 8 утра у школы у нашей, где мы встречались и сразу шли. Нас отмечали учителя, которые нас ввели в ту школу, то есть по ручке и листочку. То есть писали, типа, кто куда ходил. Ну, в общем, нас всех отметили, сначала поделили. Кто-то русский писал там когда-то другие числа. Неважно, это все. Кто-то, кстати, до сих пор пишет экзамен. Какой-то последний 21 июня экзамен. Я записываю сейчас 20 июня. Ну вот, русский, коротко о нем. Причем, к русски в этом году, если честно быть, был легкий. Ну, то есть как бы я, человек, который толком свой родной язык, толком не знал вот эти все их, их не там туда-сюда, туда-сюда, как правильно писать, мне так поебать. Я говорю, как мне удобно и как мне правильно. Но именно русский в этом году оказался таким легким. Но не учитывая на все это, вы же знаете, что я тупой, отбитый даун, да, вы же все это так знаете. Я написал русский на 3. И при том, при этом, то что мне не хватило одного балла до четверки. То есть русский я написал в этом году на 24, что ли, баллы, я не помню. То, что, наверное, где-то сейчас будет. Я написал русский очень хорошо в этом году. Я вообще думал, когда написал русский, я думал, что у меня двойка, потому что я... Там давали на русский 3 часа 55 минут. Я написал русский за полтора часа, чтобы вы понимали, это очень мало. И я самый первый всегда практически заканчивал экзамен. Я просто приходил, меня еле отпускали и говорили, типа, ты что первый? Ты точно все сделал, ты точно все решил. На-на-на. И я потом только, когда домой пришел, такой, блядь, я долбоек. Надо было сидеть и перепроверять. Но в итоге я написал на 3, и я, в принципе, более-менее двоякое чувство у меня было. Я вроде был рад, что я сдал, а мог не сдать. А вроде я был обижен, потому что мог на четверку, чуть-чуть не хватило. Ладно, сдал так сдал. Самое главное сдать, остальное уже не важно. Второй экзамен от общественного знания нам давали... Прикол, у нас еще была консультация за день до экзамена. То есть русский я писал 28-го. 27-го у нас была консультация по-русскому. И получается, тупо 4 дня я тупо по фасту, по фэри-фасту, знаете, такому просто херачил. То есть утром я иду на консультацию, там, днем я успеваю чуть-чуть выкарпать время на монтаж или снятие ролика, или на гулянку. А потом я иду опять готовиться. Есть такой слайд, классный, решу, я там как раз занимался. В итоге у нас опять была консультация, только уже 29-го мая по обществу знаний. Общество знаний в этом году было нормально, такое легкое. Кстати, мне подогнали... Блядь, ебаный беспорядок, сука, не жмите, как я. В общем, мне подогнали вот такую вот тетрадку. УГ-2019, и, типа, тут всякие формулы, когда там пересдача, все в этом роде. Это очень крутая тетрадка, и она, как бы, идет на хранение вечное тебе. То есть там все пишется, записывается. Ну и вот прикол, 29-го консультации я потом ухожу и готовлю, соответственно. 30-го у нас экзамен по обществу знаний. Чтобы я сказал, что я волновался, пиздец, как я волновался. Я очень волновался, потому что нам всем говорили на протяжении года, что вы не сдадите. Особенно говорили то, что я не сдам, я тупой. Чтобы вы понимали, я за должность, за 8-й класс, за переводные экзамены закрывал до декабря. А потом, я ее даже не закрываю, мне потом просто сказали, типа, иди нахрен отсюда, и, короче, давай дальше учись в своем 9-м классе. То есть меня не могли даже в 9-й класс перевести. Сейчас про общество знаний. Общество знаний, в принципе, всегда было легкое, потому что ты мог отталкиваться от минимальных знаний от головы, что ты мог знать по жизни, и чуть-чуть знаний от учебника. То есть, в принципе, она легкая была, то есть если ты хорошо рассуждаешь про политику и так далее, то тебе, в принципе, легко написать экзамен в этом году. Ну и, в общем, написал я общество знаний, в принципе, легко было, но я мандражировала очень жестко. Я боялся, я еще, сука, наелся всякой говна, и у меня живот, знаете, такая тишина. Тупо вот так вот, ручки, да, вот так вот делают, и тупо у меня живот бурлит на весь класс. Знаете, как мне стыдно было? Ну вот, я сдала общество знаний, как вы знаете, как это неудивительно, но сдал я его опять на тройку. Мне, сука, опять одного балла не хватило. Мне везде практически не хватило одного балла до четверки. И, в общем, мне не хватило одного балла до четверки по общество знаний. Я опять, конечно, ходил грустно, и мне было очень обидно Особенно в те номера, где там, типа, номер 20 задания, там, где даются 2 балла за ответ И, типа, там 3 варианта ответа, 2, 3, 5, там 4, 5, 6, ну вы поняли, да? И я выбрала именно 2 правильных и 1 неправильный И в итоге меня запутали, и в итоге мне даже баллы не накинули Хотя должны были накинуть этот ебучий балл, я бы сейчас написала бы на 4 Самое обидное, что у тебя стат не пишут, какая у тебя тройка То есть у кого-то тройка, знаете, такая наскосанная, а у кого-то тройка именно такая прям Чуть-чуть до четверки не хватило Ну, я написала хорошо, я просто был уверен в обществознании, когда я увидел планк, это было, в принципе, легко Ира приготовила праздничный стол Это что-то, типа, говорится о том, что она хочет, там, собрать гостей, там, устроить хороший праздник И там, типа, выбираешь, устроить хороший праздник, это изи Изи Ну, в общем, потом нам дали перерыв Кто-то, конечно же, ходил, писал экзамены, кто-то ходил на консультации Вот это вот все, вот это вот мозгоебство целый июнь практически шло В итоге все, все Я, кстати, давно хотела этот ролик записать, я поглядела идею Пашки Ширяева Спасибо тебе большое, если ты смотришь, а ты смотришь, наверное И он там как раз тоже записывал такое похожее видео Ну, в общем, второй экзамен 5 июня у нас была консультация по математике Самым примечательным мы пришли, сука, ждали, там, 30 минут Никто не пришел, даже ни одного учителя В итоге мы же собирались идти, и учитель приходит, такой, типа, да-да-да, вы пришли, молодцы, я опоздал Дело не в этом, в общем, нас подготовили, я очень боялась за математику Математика для меня это как игра Амкала против Матч ТВ Это заклятый, сука, мой соперник Небольшая предыстория За 3 года учения математики, когда только вели геометрию То есть алгебру я еще как-то более-менее понимала На четверку, на тройку, там, я мог вытянуть Геометрию, когда вели, я просто сам не понимал Там какие-то косинусы, синусы, дангенсы, катангенсы Мне это просто так, по херу Но я в итоге вытянулся Я просто тупо весь 7-8 класс Я тупо херонил, вейлонил Кидал, грубо говоря, хуи И мне это было, в принципе, не нужно То есть нам рассказывали историю, как это опасно Как это нужно, как это важно И оказывается, это реально важно Но оно мне в жизни не пригодилось Но в итоге, под конец 9 класса Я только взялся за ум и начал учить эту гребаную геометрию Особенно в начале года Я стал на путь исправлений, как Колян из реальных пацанов Олды вспомнят И Колян стал на путь исправлений Стал в итоге депутатом Я встал на путь исправлений И в итоге мог остаться на второй год в 8 классе А я, сука, уже практически студент Чуваки, студент, я студент, блять, я же пизнюк Ну, в общем, вот так вот Математика, заклятый мой соперник Я пипец как волновался Я просто молил Бога Я все приметы использую Я даже, знаете, что сделал Я даже свой паспорт Свой тупо паспорт, да Там Российской Федерации, все дела Я тупо его из обложки вытянул То есть так боялся То, что типа меня могут там спалить То, что я списываю Вот моя обложка Я тупо его убрал Ну и вообще, ну, пришел день математики Очень волновался Я не выспался Я жутко хотел кушать Я просто, чуваки, вот Никому такого не пережила Это просто ужасный день был Математика Мы опять встретились Мы опять поговорили Мы опять испугались Кто-то, кстати Нас когда проводили Кстати, вот такая предыстория То, что нельзя Вот, допустим, ты пишешь историю И тебя ведет учитель истории И нельзя, чтобы учитель истории Именно заходил с тобой В школу, в которой ты пишешь экзамен И типа такая ситуация И нас, короче, ввела учительница по математике Просто обложили ее Вот такой вот народ И типа все боялись То, что не сдадут И не сдаст все экзамены И все консультировались Что-то спрашивали Ну, я в итоге, чуваки Пишу этот экзамен Волновался Жестко Я просто, чуваки В первый же день после экзамена Просто я не буду таить Я буду все эмоции свои рассказать Я даже заплакал Потому что я Очень волновался Я думал, что я не так написал Чуваки, знаете То, что у меня насосная тройка Вот сейчас по математике Я сразу говорю Я сдал Она для меня Которая всегда была тяжелая Я учился на двойке На тройке На колы Камня колов у меня не было По геометрии И она была довольно-таки легкой Такая предыстория Я насосал на эту тройку У меня 8 баллов Именно 8 Можно с 8 тройка начинается 6 баллов по алгебре И 2 по геометрии Чуваки, мне так повезло Я просто всех Просто хвалил Просто спасибо всем Говорю, кто в меня верил И соседи в хуй Учителя, которые просто не верили У меня говорили То, что я не сдам На протяжении всего года В итоге вот так вот Вам, я знаю, что вы смотрите Я сдал этот экзамен Вот так вот получить Да, волновался Я даже Когда было задание Там нужно клеточки посчитать Типа найти основание трапеции Точнее Среднюю линию трапеции Основание равно 10 И соответственно Нужно пополам Я сначала тупо Клеточки считать начал Типа 3 Написал И под конец только Блять Я вспомнила, что нужно написать 5 И чуваки Знаете, как мне просто Знание свыше Вот сюда в мозг Втюхнулось И то есть Если бы я тогда Не перепроверил бы А вот так Как с русским Быстро закончил То у меня вообще Была бы двойка У нас, кстати, очень мало Человек в классике Которые написали на двойку У нас только 3 человека Не написали экзамен А у нас очень много Кто, типа, плохо учился По математике В итоге Матана я сдал Я очень рад И сейчас на очереди У меня осталась Столько информатика Которую Тоже собирались И писал я В школе Которую два раза дальше Чем в которых я писала Математику Общество знаний И русский Сильнее Вообще, в принципе Я так на релаксе Писаю информатику Ну, то есть Знал то, что Типа, если что Типа, ничего страшного Информатика легкая Я по ней хорошист Просто твердый Хорошист И там всего лишь 5 баллов Нужно на тройку набрать В принципе, легче У него только ничего нету Поэтому многие, кстати Ученики В этом году Выбрали именно На сдачу экзамена Именно информатику И общество знаний Потому что это два Легких предмета От которых можно Оттолкнуться Именно от головы И в итоге информатику Написали на компьютерах И нам учителя Честно говоря Нам учителя не говорили Нас не предупреждали Что будет именно Вот такая ситуация Вы будете сидеть за компьютером И такой бланк Там все по-другому Мы решали на других сайтах И я когда пришел на экзамен Мы впервые Все впервые видели Эти бланки Все впервые видели Эти номера Все это впервые видели Нам обещали калькуляторы Их, блять, не было В общем, да Ну, в итоге я решил Из 22-20 заданий Я надеюсь, что Я информатику написала На 4 Я очень надеюсь И в итоге Какие мы имеем оценки Тройка русский Тройка общага Тройка матан И четверка Я надеюсь Информатика Результаты еще, конечно же Не пришли А нет Во время записи этого видеоролика Резы пришли И у меня по информатике Тройка Одного балла Не хотел бы четверки Обидно Очень На этом все С вами был я Дядя Некит Если вам понравилось Как я рассказываю свою историю Как я писал экзамен В 2019 году По ОГЭ Поставьте здесь лайк Наберите здесь 15 лайков Или 10 То я буду выпускать Выпущу следующее видео Ролик про аттестат Либо ролик Как я отметил Последний звонок Или как я буду Отмечать В выпускной И где я буду отмечать И кстати Напишите Хотите ли Чтобы я снял Как я отмечаю выпускной Это будет жарко Чуваки Очень жарко Ну и для всех тех Кто там В классе пятом Шестом Третьем Четвертом Первом Втором И так далее Которые даже в школу Не пошли Кто меня смотрит Просто хочу пожелать Всем удачи Никогда не опускайте руки Даже если вам говорят Что вы лютый Двощник Колышник И просто вы лох Года Вы самый тупой человек В классе Никогда никого не слушайте И слушайте только свой мозг И идите всегда Достигнутой вами цели Ну и в общем вот Всегда верьте только в себя В свою голову Никогда не забивайте на предмет Все предметы очень важны Даже долбанная музыка Очень важна Так что всем спасибо За просмотр Не забывайте комментировать Это видео Рассказывать всем своим друзьям Ну и всем чуваки Пока Ждите новое видео Наконец-то Я сниму Эту долбанную повязку Кстати Чуваки Это как торфей Знаете Как кубок Маш пример Эй 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 Оле